Добрый вечер! Начинаем наш семинар, посвященный истории и теории советов. Этот семинар у нас проходит традиционно в режиме самоподготовки. Безусловно, те лекции, которые читаются на Красном университете, в частности, лекция по политической теории марксизма, по государственному устройству. Из уст Александра Сергеевича Казенова помогает в этом. Но, тем не менее, для того, чтобы ответить на вопросы к этому семинару, необходимо было провести самостоятельную работу, изучить литературу, изучить имеющиеся материалы. Анализ ответов показал, что большинство слушателей с этим справилось. И, пожалуй, наибольшие вопросы вызвал третий вопрос первого варианта билетов – это система советской власти. Действительно, вопрос сформулирован таким образом, что на него можно ответить по-разному. Можно привести идеальную картину построения, как вообще должна быть устроена система советской власти. Можно ответить так, как она функционировала в различные периоды жизни советского государства. То есть здесь мы не ограничивали, скажем так, слушателей в вариантах ответов. И, опять-таки, если кто-то не совсем… Да, ну и можно было, конечно, говорить, наверное, о общих принципах построения советской власти, что сделали некоторые слушатели. В принципе, это тоже не является неправильным ответом, хотя здесь предполагалось, что мы должны услышать, каким образом устроена советская власть. То есть уровни советов, как дальше формируются органы власти и так далее. По остальным вопросам, в принципе, большинство ответило очень хорошо. И анализ всех работ практически всем зачтено. Ну, за редкими исключениями, о которых я скажу. Два слушателя прислали развернутое эссе. Это слитный текст, то есть это не ответы на вопросы, а уже, так сказать, подготовленная такая вот заметка. Вот одна, кто носит более такой академический характер, а вторая – готовая статья, которую можно даже в нашей прессе или на сайте разместить. Вот одну статью подготовил Глазунов Евгений Сергеевич Москва. Единственное, что ей не хватает, это заглавие. Но я думаю, что он вполне может с этой задачей справиться. И если нет возражений, мы ее можем взять в редакцию газеты за рабочее дело. И дальше уже, соответственно, главный редактор будет с ней работать. Может быть, что-то сократит, как всегда. Это и задача главного редактора. И второе эссе, которое тоже хотел бы отметить, это «Вахитов Рустам Фаритович. Город Оренбург». Остальные отвечали в традиционном варианте, то есть это вопрос-ответ. Ну и разбору этих ответов, присланных по электронной почте, мы посвятим первый час сегодняшнего занятия. Итак, Крутилин Петр Вячеславович, Улан-Удэ. Здесь замечаний нет к этой работе. Все освещено достаточно подробно. Он отвечал на второй вариант. Комментарии, кажется, излишни. Дружинина Ольга Андреевна, город Новосибирск. Также здесь нет никаких замечаний. И в том числе и третий вопрос, который был камнем преткновения системы советской власти, также освещен достаточно хорошо. Козловский Алексей Михайлович, город Москва и город Эдмонтон. На два города живет человек. Здесь первые два вопроса не вызывают никаких возражений. По третьему вопросу по системе советской власти. Есть некоторые замечания. Он пишет, например, что базовые принципы советской системы власти – это прямые выборы депутатов снизу доверху. На самом деле мы, как видим из истории, и если ознакомимся с проектом Конституции Российской Федерации, опубликованным на сайте Фонда рабочей академии, то прямые выборы проводятся только в совет первого уровня. То есть это городские или областные советы. Там, где выборы идут по предприятиям. А вот выборы на съезд советов, они проводятся уже из членов этих советов. То есть выборы, получается, прямые только на первом уровне. А выбор в верховный орган, то есть на съезд советов, уже не прямой. А вот отзыв действительно депутатов, он прямой. То есть тот коллектив, который выбрал депутата, он может отозвать его в том числе и из съезда советов, и из Центрального исполнительного комитета, и из любого выборного органа. Бессрочность действия депутатов. Ну вот здесь тоже этот вопрос дискутабельный. И, наверное, не совсем правильно его выставлять как базовым принципом. То есть он может быть, а может и не быть. На самом деле здесь нет такой догмы, что депутаты должны выбираться бессрочно. И каждый раз, наверное, этот вопрос будет решаться индивидуально. В остальном замечаний нет. Дальше. Рыбакина Светлана Валентиновна. Город не указан. Здесь замечание по третьему вопросу. Делегаты на Российский съезд советов формируются от трудовых коллективов. Ну то, что мы разобрали. То есть не от трудовых коллективов, а от городских советов. Отпосредственно. Давидовский Александр. Коротко, но емко все ответил. И подчеркнул, так сказать, что советы рабочих депутатов, постепенно трансформируясь в советы трудящихся, а потом в советы народных депутатов, постепенно утрачивали именно свой рабочий характер. И, к сожалению, была утрачена и советская власть в итоге. Олег Петрович Чепурной, Ставропольский край, очень кратко отвечает. И есть замечание. Он пишет, что при полной диктатуре пролетариата и наступает советская власть. Ну, собственно говоря, советская власть — это и есть диктатура пролетариата. То есть эти вещи нельзя отделять одно от другого. Соответственно, формулировка неправильная. И по системе советской власти совет предприятия не является органом власти. Он может действительно называть совет, но это орган местного самоправления. Он к системе советской власти, в общем-то, прямого отношения не имеет. Более того, на предприятии могут быть разные формы объединения трудящихся. Это может быть и профсоюз, это может быть совет предприятия, это может быть фабрично-заводской комитет. То есть самые разнообразные формы организации рабочих. И, опять-таки, еще одна ошибка высшим органом советской власти является не Верховный Совет, а Съезд Советов. Скоркин Сергей Сергеевич, город Москва. Начинает он с третьего вопроса. В остальном, кроме нарушения порядка ответа на вопросы, никаких замечаний нет. Марат Беляев, город Москва. Он пишет, что советы строятся на базе действующих рабочих профсоюзов. Советы строятся не на базе действующих рабочих профсоюзов. Рабочие профсоюзы участвуют в создании профсоюзов. Если говорить о периоде до победы социалистической революции, то профсоюзы образуют фабрично-заводские комитеты, либо они образуют забастовочные комитеты при проведении коллективных действий. Именно от этих забастовочных комитетов уже выбираются делегаты в советы. Если мы посмотрим в историческом аспекте, то профсоюзы в том же 1917 году создавались одними из последних. То есть все-таки организации типа фабрично-заводских комитетов или даже советы начинали формироваться раньше, чем профсоюзы и объединения профсоюзов. Поэтому и исторически, и теоретически профсоюзы не являются прочной опорой советов, но, тем не менее, могут действительно участвовать в формировании. Самое главное это то, что профсоюзы являются школой коммунизма. То есть они учат рабочих отстаивать не свои личные интересы, а интересы трудового коллектива, объединяться для достижения своих целей, то есть достижения экономических интересов. Соответственно, сплачивают коллектив, ну и вот, в общем, готовят его к более активным решительным действиям уже в сфере политики. И по третьему вопросу, по третьему вопросу, здесь тоже есть, ну, недостаточно раскрыто, скажем так. Овечников Константин Константинович, город Москва. По первому, второму вопросу, да и по третьему, здесь никаких замечаний нет, и он прислал вопрос. Раз выборы в Совет идут по трудовым коллективам, с фабрик и заводов, значит, имеет место ограничение избирательного права. Это необходимо до полного уничтожения классов, полного коммунизма. Значит, Конституция 1936 года была преждевременной, с введением прямого голосования всем населением в городские, областные, республиканские советы. Мы знаем, что исторически действительно имелось ограничение избирательного права. Представители прежних эксплуататорских классов и те, кто служил им, непосредственно, они не имели права избираться и избирать. Соответственно, действительно имело место ограничение. В последующем это ограничение было отменено, и возможность голосовать была распространена на всех членах общества. Насколько это способствовало расширению демократии, судить сложно. Но действительно, по видимости, это было расширение демократии, но могло действительно повлиять на сущность, могло такое подрывное действие оказать на реализацию диктатуры пролетариата. Прямое голосование, о котором здесь говорится, не то, что является преждевременным, а оно вообще искажает сущность советов. Потому что советы – это органы государственной власти, избираемые по производственному принципу. То есть избирательным округом является не территория, а завод, фабрика. Соответственно, население, которое голосует, не относящиеся, не работающие непосредственно на эти фабрики, оно все равно должно было прикрепляться к этим заводам, фабрикам, и, соответственно, там проводить и выдвижение кандидатов, и голосование. Поэтому это отход от принципов построения советов, и в дальнейшем мы видим, что действительно это привело к изменению и сущности от диктатуры пролетариата в переход, по сути дела, к буржуазному парламентаризму. Лапшин Николай Николаевич, город Великий Новгород, замечаний нет. Все правильно, хотя и очень кратко. Еременко Владислав Вадимович, Московская область, город Краснознаменск. Отвечает он на первый вариант. Здесь третий вопрос, освещен в общей теоретическом плане, а так в остальном каких-то замечаний нет. Ельков Александр Юрьевич, город Ульяновск. Все правильно раскрыто. Кроме третьего вопроса, третий вопрос, больше он тоже в теоретическом плане отвечает. Я думаю, что поскольку именно вопрос системы советской власти вызывает особой сложности, может быть имеет смысл нам будет этот вопрос осветить более подробно, либо на лекции, либо записать специальный ролик по этому вопросу, чтобы не было путаницы. Ну и вот в одном из ответов встретилось такое замечание, пожелание, что указать список литературы. На самом деле на сайте Фонда Рабочей Академии в разделе «Библиотека» есть минимум три книжки. Это советы как форма власти, это советское избирательное право 1920-1930-х годов и материалы конференции 2013 года, посвященные перспективе возрождения советской власти. Поэтому жаловаться, что литературы нет, наверное, не приходится. Действительно, ну и естественно, классические работы Ленина, в том числе «Великий пащин», о котором пишет этот автор, естественно, тоже нужно изучать. Далее, Мезенцев Андрей, город Берген. Первый вопрос правильно ответен. Ответ правильный. Вот по второму вопросу здесь есть дискутабельные такие моменты. В частности, он пишет, что мало у нас рабочих. 20 миллионов все-таки это немаленькая цифра, это достаточное количество. Да и дело тут даже не в количестве, потому что буржуазии совсем мало, если посмотреть, какой процент населения составляет буржуазия, но тем не менее ее, так сказать, малочисленность не мешает ей осуществлять свою диктатуру. Поэтому не числом надо брать, а умением. Сплоченность класса, осознание своих классовых интересов и коллективные действия – вот что делает рабочий класс действительно гегемоном и позволит ему победить в социалистической революции. Второй момент, на который указывает товарищ Меденцев, это то, что сейчас нет такого класса, как крестьянство. Крестьянство, по сути дела, это мелкие товаропроизводители, мелкие буржуа, огромная крестьянская масса, на которую тоже советское правительство смогло опереться. Сейчас его нет, действительно. Но есть бывшие советские граждане, в большом количестве. Мы знаем, что вот этот все-таки опыт жизни в социалистическом государстве, он не прошел даром, и многие люди сожалеют о разрушении социализма. Поэтому опора у коммунистов есть и будет, в том числе и среди представителей непроизводительной сферы. Далее он пишет о том, что, вероятно, неизбежен откат в стадию капиталистического государства, которое будет развивать промышленность и взращивать, тем самым, своего могильщика рабочий класс. Но этот откат, собственно говоря, уже произошел. Мы живем в условиях капиталистического государства, и рабочий класс постепенно все-таки начинает осознавать, что положение наемного работника гораздо хуже, чем положение правящего класса. Каким он был в годы советской власти. Ну и по третьему вопросу высказывает сомнение в эффективности советов из-за того, что сейчас господствует мелкобуржуазное сознание. В общем-то, это никакая не новость. Мы знаем, что в обществе господствует идеология господствующего класса. И для того, чтобы изменить общественное сознание, необходимо изменить общественное устройство. Поэтому изменение сознания должно произойти, прежде всего, в авангарде класса. То есть должна сформироваться партия рабочего класса, которая должна повести за собой рабочий класс. Ждать формирования коммунистического сознания у большинства, это все равно, что надеяться на победу коммунистов в буржуазном парламенте и установление советской власти путем голосования. Ну, вместе с тем, выражает товарищ Меденцев надежду, что в отдаленном светлом будущем при распространении коммунистического общества на весь земной шар возможно отмирание государства. Но до этого отмирание государства говорить бессмысленно. В условиях наличия окружения из враждебных капиталистических государств утрата каких-либо государственных институтов социалистическим государством немедленно приведет к поражению такого государства его капиталистическими соседями. К сожалению, вот то, что он говорит, то, собственно говоря, и произошло. Отказ, так называемый, доктрина мирного существования, в частности, повлияло на позицию Советского Союза в мире. И в итоге мы видим, что и отказ от диктатуры пролетариата, и отказ от активной наступательной тактики привел в конечном итоге к разрушению Советского Союза. Алексей Владимирович Кустов. Пермский край. Город Чернушка. По двум вопросам замечаний нет. Третий вопрос не раскрыт. Я думаю, что поизучает еще Алексей Владимирович и сможет отвечать. Аркадьев Максим. Город Долгопрудный. Здесь, к сожалению, почему-то, несмотря на то, что вроде как у нас семинар «История и теория Советов», весь ответ идет о партии. Единственным способом для трудящихся оставить свои права – это организация партии. Рабочая партия должна формироваться только выбранным путем. Ну и заключает он в последнем взаше, что империализм стремится к постепенному отмиранию государства. То есть это что-то вообще не имеющее общего с политической теорией марксизма. Это ближе к какому-то ультраимпериализму Каускова. Поэтому я думаю, что товарищу Аркадию надо еще раз эту тему проработать, прочитать литературу и все-таки ответить по существу. Бахрам Алибек Сакенович, город Чингкент, нефтеперегонный завод «Электромонтер». Отвечает правильно. Ну вот есть замечание. О какой диктатуре он пишет? О какой диктатуре проработать можно говорить, если к управлению допущены непролетарии? На самом деле управлять, конечно, особенно в начале, да, так сказать, пути будут в том числе и представители интеллигенции. Без этого никуда не денешься, потому что рабочие должны еще освоить науку управления государством, и без этого, к сожалению, можно делать. В советах будут рабочие, конечно. И он будет определять через интеллигенцию? Совершенно верно. Совершенно верно. Кто будет допущен? Ну, допущены могут быть разные люди. Вопрос, кто их допускает к власти. Ну и по системе советской власти, да, вот здесь вопрос, но за это я не снижал оценку. Это мы уже разбирали. Бабылев Алексей Петрович, Челябинская область, город Магнитогорск. То же самое с третьим вопросом проблемы. В остальном все правильно. Волосов Алексей Сергеевич, Долгов Пилс. Вот он пишет в подвесе на вопрос роль партии рабочего класса в формировании советов. Ее задача организовать процесс формирования советов путем всенародных выборов. Мы опять приходим. Там речь не идет о всенародных выборах, да, а все-таки о выборах по производственному признаку, о выборах по предприятиям. Волков Константин Юрьевич отвечает очень кратко и, на мой взгляд, не раскрыто. Ну вот, например, советы образовались как, первый вопрос, советы как организационная форма диктатуры пролетариата. Советы образовались как результат борьбы пролетариата на производстве в 1905 году. Созданные рабочими советы стали органом общественного самоуправления. С первым предложением согласен, а второй, это не орган общественного самоуправления, это орган власти, это орган диктатуры пролетариата. То есть вопрос здесь нуждается в раскрытии дальнейшем. Главное отличие советов от буржуазного парламента в том, что в советы избираются представители от рабочих коллективов и имели классовые ограничения. Здесь еще ряд отличий. Отзывы депутатов, система наказов и отчетности. Но здесь хотелось бы иметь более подробный отчет. Все-таки главное отличие советов от буржуазного парламента в том, что советы осуществляют диктатуру пролетариата, а буржуазный парламент диктатуру буржуазии. У нас за третий вопрос я уже сказал, что оценку не снижаем. Арпентини имя-отчество называть не могу. Есть инициалы только. И нет указания, откуда, товарищ. Здесь вообще очень интересно по первому вопросу. Власть класса рабочих начинает с создания советов на своих рабочих местах, а уже затем, опираясь на власть советов, идет к завоеванию власти рабочих в буржуазном парламенте с целью дальнейшего захвата власти государства и ее становления в нем диктатуры рабочего класса со всеми вытекающими отсюда последствиями. Советы на своих рабочих местах можно создавать. Мы знаем, что в Германии есть советы производства и рабочие встречаются, совещаются, определяют, как улучшить производство. Но никакого осуществления государственной власти и, так сказать, даже в зародыши советами, так как мы их понимаем, органы диктатуры, пролетариата, эти производственные советы не являются. Ну и, конечно, завоевание власти рабочих через буржуазный парламент, это парламентский кретинизм, как называл ее Владимир Ильич Ленин. Ответ. Отличие советов от буржуазного парламента. Класса рабочих через совет осуществляет власть диктатуры рабочего класса над классом буржуазии. Рабочий класс осуществляет диктатуру над всеми другими классами, не только классом буржуазии. А все другие классы какие? Мелкая буржуазия, например. А потом класс буржуазии, когда класс, ну и в том числе и над самим собой, то есть над рабочим классом. Да, потому что после того, как установился, скажем так, установился социалистический уклад в экономике и не осталось капиталистических предприятий, кого, над кем осуществляет власть рабочий класс. Непонятно, да? Ну, правильно написано, что в советах власть принадлежит правящему классу, то есть классу рабочих. Поскольку товарищ Арпентини ответил на два варианта, вот из двух вариантов, на один правильно отвеченный билет он насобирал. Беляев Георгий Александрович, город Озерок, Челябинская область. Здесь только третий, по сути дела, вопрос, да и то раскрыт не полностью. Очень кратко хотелось бы увидеть более полный ответ для того, чтобы этот ответ можно было зачесть. Миргий Ястинов, Шухрат Джамалдинович, Алма-Ата, Казахстан. Здесь все правильно, никаких замечаний нет. Сорокин, ЕП. Товарищ Сорокин прислал пять строчек. Очень коротко, не зачтено. Топорев Евгений, город Хабаровск, Хабаровский край. Здесь замечания только по третьему вопросу системы советской власти. Зачтено. Гудков Егор, город Тверь. Предпосылки возрождения советов здесь не все предпосылки раскрыты, но те, которые указаны, они указаны верно. Роль партии также указана верно, но полностью не раскрыта. Вопрос он задает. На одной из прошлых лекций кто-то из преподавателей укорял слушателей за то, что писал термин из большой буквы, а здесь вопрос от лекции в системе СДО слово совет везде с большой буквы. Это правильно? Это историческое сложившееся название определенного типа органов государственной власти, поэтому правильно писать советы в том смысле, о котором мы сегодня говорим, правильно писать с большой буквы. крюков крюков павел сергей горы к москва первый вариант ответы правильно даны и вопрос преподавателям как соотносится форма государственного устройства демократия организационная форма диктатуры пролетариата советы советы это исторический тип демократической формы государства демократия как мы знаем это форма общественного устройства государственного устройства то есть это тот тип государственного устройства когда большая часть правящего класса допущена до государственного управления она может быть рыбовладельческой она в усеченном виде встречается при феодализме она является имманентной формой для капитализма но соответственно пролетарская демократия это советы это организационная форма диктатуры пролетариата в форме советов и если говорить о принципе то да здесь большая часть правящего класса рабочего класса при помощи советов допущена к управлению государством Казначеев Евгений Евгеньевич Тюмень все правильно по первому второму вопросу хотя и нет разделения кроме как на абзацы а вот ответ на третий вопрос полностью отсутствует Алиев Виталий Мустафович здесь есть неточность главное условие отличающие советы от других форм государства допуск голосования только членов коллектива производственных и профессиональных единиц на самом деле конечно это не так допускаются в том числе и другие граждане голосованию просто участок формируется на предприятии и выборы идут через коллектив соответственно граждане которые проживают вблизи предприятия голосуют на этом предприятии возможно также объединение неработающих граждан с формированием участка для них для голосования то есть здесь формы могут быть различные не только члены коллектива иначе мы действительно ограничим число голосующих очень малым кругом лиц в остальном отлично в принципе с другой стороны если мы говорим о том что при коммунизме каждый должен участвовать в производительном труде то есть никто не должен уклоняться от доли производительного труда то по сути дела каждый гражданин может быть и должен быть участником производственного процесса решение этого вопроса может быть с другой стороны пенсионеры но они же где-то работали поэтому пенсионеры продолжают оставаться прикрепленными да может быть таким образом конечно они могут быть прикреплены тем более что сейчас же нет такого мы знаем что голосовать не обязательно нужно ехать на другой конец страны чтобы проголосовать на своем участке я думаю что с голосованием по производственному признаку принципу здесь тоже может быть применены различные системы электронного голосования и так далее но это дело уже перспективы и техники конечно безусловно макаров алексей город уфа в принципе здесь раскрыто но вот я не согласен что в семнадцатом году советы были созданы по предложению одного из меньшевиков наверное советы все-таки не по предложению меньшевиков создаются и даже большевиков а советы созданы по инициативе и так сказать воле рабочего класса в семнадцатом году они возродились все-таки они не были созданы впервые они появились в 1905 году Никуевин Павел Геннадьевич город Починок Дырянь Смоленская область Россия хорошо отвечает на вопросы кроме второго пожалуй здесь можно было раскрыть подробнее и он компенсировал краткость ответа вопросами преподавателя если отход от производственного принципа постепенно ведет к изменению власти класса в государстве то получается форма определяет содержание но мы знаем что форма и содержание они друг от друга неотделимы потому что содержание определено а форма существенная соответственно меняя форму мы можем изменить содержание и здесь мы на примере трансформации советов видим что когда отошли от производственного признака то есть изменилась форма вроде как голосования до форма стала присущей вернее форма приблизилась к форме характерной для буржуазного парламентаризма постепенно стало меняться и содержание поэтому да действительно форма не гараж о том что определение это отрицание содержание форма как отрицание содержания она его определяет все правильно почему удалось построить социализм на Кубе где не было советов по производственному признаку принципу и экономической борьбы пролетариата за свои интересы а сразу политическое ну потому что была мощная поддержка крупного социалистического государства союз советских социалистических республик поэтому там перешли сразу к делу если предприятие имеет штат работников 50 тысяч человек то своего депутата они в принципе знают так же условно как и депутаты от избирательных округов так ли это нет а это я написал нет значит смотрите на самом деле конечно сейчас ну мало уже я даже не знаю есть ли в России такие крупные предприятия где осталось 50 тысяч человек это первое но наверное если брать какие-то концерны да наверное можно набрать по всему концерну но здесь речь идет о том что избирают советы все-таки работников которые как-то себя проявили ну например активная работа в профсоюзе активная работа в там же забастовочном комитете активная работа по фабрично заводском комитете в совете предприятия в конце концов в чем она заключается ну допустим идет подготовка коллективного договора для того чтобы заключить коллективный договор нужно заручиться поддержкой сотрудников больше половины сотрудников соответственно люди которые этим занимаются они должны обойти все подразделения все там цеха и так далее людям показать договор рассказать получить от них доверенности поэтому волей-неволей да и это время кстати сказать оплачивается работодателем соответственно они будут знакомиться с коллективом и выбираться в советы будут люди с которыми работники знакомы они познакомились в ходе того же заключения коллективного договора допустим в ходе профсоюзных собраний и так далее поэтому здесь нет тем более когда речь идет о крупных предприятиях да мы вот предлагали предлагаемый норматив это там один депутат вот 5000 человек то есть там 10 человек мы уже говорим о том что не от 50 тысяч мы здесь будем выбирать а от каждых из этих 5000 это уже уже вполне так сказать численность людей с которыми можно познакомиться не будут ли депутаты избранные по производственному принципу выражать интересы только своего завода не будет ли интерес такого депутата ограничены производственными процессами ну здесь два момента во-первых депутаты будут избраны от разных предприятий когда они встретятся между собой и будут взаимодействовать естественно что отстаивать интересы исключительно своего предприятия просто не получится ну естественно что какое-то продвижение да так сказать будет и наверное узких интересов это один момент а второй момент для того чтобы выражать интересы класса не только у своего коллектива депутат должен быть членом партии рабочего класса тогда если у него есть убеждение и он знает куда в целом так сказать надо двигаться он будет согласовывать интересы своего производства с интересами класса и общества в целом далее английский пролетариат имел и мощное имел и имеет мощное профсоюзное движение даже либористскую партию которая в программе была построена социализма до середины 90-х годов не говорит ли это о том что упор на пропаганду помощь экономической борьбы класса ведет к экономизму ведь английский пролетариат дошел до профсоюзной борьбы без агитации коммунистов может важнее вести агитацию за политическую борьбу ну либористская партия коммунистической не является да и так сказать социализм о котором говорилось в его программе он ничего общего с диктатурой пролетариата не имеет поэтому социализм условно сейчас много социалистических партий в Германии социалистическая партия где их только нет но поскольку там нет и следов диктатуры пролетариата конечно ни о каком социализме в научном смысле этого слова говорить не приходится что касается экономизма то экономизм это ограничение классовой борьбы только экономическими интересами то есть когда мы доходим до политических требованиям говорим стоп нет дальше этого момента мы не пойдем упор на пропаганду и помощь экономической борьбы делается потому что без вот этого перескочить через этот этап не получается даже если мы посмотрим опять таки бросим взгляд на историю вот союз борьбы за освобождение рабочего класса когда у него дела пошли и лучшее так сказать ну и когда наконец им стало интересоваться правительство собственно говоря и прикрыло всю его деятельность тогда когда стали подниматься экономические вопросы была проведена огромная работа по сбору информации о состоянии дела на предприятиях о том какую заработную плату получают какие условия труда какие условия проживания и так далее Владимиром Лениным был составлен опросник который распространялся на предприятиях эта информация собиралась кому интересно может ознакомиться с этим материалом на сайте забастком соответственно нужно говорить о том что с чем люди сталкиваются непосредственно потому что политическая борьба для них что-то такое абстрактное в основном то что касается выборов и так далее первое когда приходишь проходной с газетой за кого вы агитируете за кого то есть вся вот эта политическая деятельность так сказать в массовом сознании она связана исключительно с выборами тех или иных так сказать субъектов людей в органы законодательные или исполнительные власти и соответственно а вот то что касается непосредственно жизни это заработная плата это условия труда это рабочее время вот эти моменты которые касаются каждого и мимо них не пройти первый момент второй момент то что борьба всегда начинается за экономические требования то что то что близко так сказать ну а потом да переходит она в борьбу за политические линии зависит от наличия политической партии если есть партия рабочего класса если она активно работает если у нее есть свои представители члены рабочей партии партии рабочего класса на предприятиях они входят в состав тех же профсоюзов соответственно участвуют в формировании забастовочных комитетов тогда действительно борьба экономическая может перейти в борьбу политическую почему она не переходит в Англии но на этот вопрос владимир члене ответил своей работе империализм как высшая стадия капитализма потому что фуржуазия империалистических стран используя вывезено это сказать награбленным в других странах вот эту часть вот этого избыточной прибавочной стоимости она использует на то чтобы подкупать рабочих вожаков ну и вообще так сказать подпитывать всяческий оппортунизм в рабочем движении то есть это делается сознательно это так сказать вещь распространенная и Ленин пишет о так называемых буржуазных приказчиках в рабочем движении которые усердно так сказать проводят волю буржуазии не давая перейти через рубеж экономической борьбы а безусловно политическую никто не сбрасывает и когда мы говорим о советской власти мы за что агитируем это же не экономические требования правильно Власова Анна Юрьевна город Тверь здесь есть небольшие замечания к третьему вопросу системы советской власти для советской власти не характерно разделение властей то есть законодательная исполнительная власть они в общем-то в одном находятся в одних руках Лисин Руслан Владимирович город Екатеринбург здесь отвечено все правильно Черемных Елена Владимировна также замечаний нет Павлюченко Александр Владимирович город Минск здесь есть возражение по первому вопросу он пишет исходя из истории появления советов его возрождение возможно в любой момент поскольку это единственная настоящая народная форма власти полностью соответствует термину демократии не народной формы власти а власти рабочего класса при этом чем будет хуже тем лучше то есть чем сильнее будет ухудшать условия жизни народа правящий класс буржуазии тем больше вероятность возрождение советов в ее исторически правильной форме здесь я позволю себе не согласиться с товарищем Павлюченко поскольку на самом деле значительное ухудшение оно конечно блокирует возможность какой-то борьбы когда идет борьба за выживание борьба за существование говорить о завоевании политической власти не приходится если мы будем говорить об определении революционной ситуации то там ведь речь идет о значительном ухудшении против обычного трудящихся то есть это ухудшение не носит характер постепенного снижения это катастрофическое уменьшение ухудшение положения трудящихся когда это происходит ну вот конкретно в начале прошлого века это была война то есть война ухудшает положение трудящихся но и было и так в общем не сладко да но терпимо борьба шла а вот внезапное резкое ухудшение вот оно действительно способствовало складыванию революционной ситуации но если ситуация будет ухудшаться медленно постепенно то произойдет просто удушение рабочего класса и конечно никакой борьбе речи быть не может поэтому не надо доводить до такой крайности зимина Алла Федоровна Иркутская область вот здесь по третьему вопросу только замечание не Верховный Совет все-таки а Съезд Советов Полунин Яков Владиславович предпосылки возрождения Советов по первому вопросу есть замечание но в принципе да и то же самое он пишет постепенно ухудшение уровня жизни рабочих нельзя назвать это предпосылкой возрождение Советов снижение легитимности муниципальных органов власти чрезмерной бюрократизации территориальных органов самоуправления в общем к Советам к возрождению Советов никакого отношения эти два пункта не имеют партия роль партии рабочего класса партия рабочего класса необходима для завоевания власти у буржуазных классов передачи ее Советам не партия завоевывает власть а завоевывает все-таки класс и собственно говоря Советы являются органом осуществления диктатуры рабочего класса поэтому здесь немножко соотношение нарушено но то что она необходима действительно без своей партии рабочий класс не может завоевать государственную власть демократия есть власть большинства большинства класса Советы есть максимально непосредственные политические инструменты небуржуазных классов Советы есть орган власти это не инструмент это собственно орган власти это организационная форма диктатуры пролетариата это не инструмент Тетюхин Юрий Анатольевич есть интересные у него моменты в ответе вот он пишет не рабочее движение слабо а действия его противников более успешно отсутствие готовности современных рабочих организоваться для отставления своих интересов обусловлено их пассивностью отсутствие прежде всего предложение широкого набора инструментов борьбы в текущих условиях методика их внедрения в рабочие коллективы прежде всего что притягивает передовую теорию к земле искусству тактики пример информации локальных успехов и анализе поражений должна распространяться со скоростью молнии боевого листка алгоритмы и примеры должны быть все время под рукой тогда только можно ждать рост активности рабочих готовых рискнуть вооружившись методикой преодоления препятствий изучив слабые места в бороне противника на самом деле инструменты есть конечно и мы все время говорим об этом и дважды в год проходит в Нижнем Новгороде заседание российского комитета рабочих где вопросы борьбы за экономические интересы за улучшение условий труда за заработную плату за сокращение рабочего дня поднимаются и обсуждаются и инструмент есть и основной инструмент знаем это и пропагандируем это борьба за заключение и осуществление прогрессивного коллективного договора есть этот инструмент это то что может действительно сплотить рабочих то что может привести к улучшению их жизни на предприятии и дать опыт проведения коллективных действий а самое главное что при заключении коллективного договора при проведении коллективных действий формируется забастовочный комитет если нет забастовочных комитетов не из чего так сказать не от кого выбирать советы понимаете поэтому инструменты есть есть информация есть примеры русский народ долго запрягает но быстро ездит поэтому я думаю что рано что рано или поздно так сказать люди возьмут на вооружение вот этот мощный инструмент это коллективные договоры коллективные действия которые опыты подкрепляют это начало так сказать борьбы что касается информации ну да действительно я согласен что нужно ее распространять но не всегда нужно скажем так на определенных этапах потому что не надо забывать что есть и противодействие далее он пишет основной задачей рабочей партии является развитие отечественного производства но это не означает что борьба должна ограничиться проходной производства интересы рабочего человека только заработной платы не допустимо партии исключать сферы своего внимания до прихода диктатуры пролетариата все другие стороны жизнедеятельности рабочего партия рабочего класса и не исключает да если мы возьмем любую программу коммунистической партии и в том числе программу рабочей партии России то там все сферы жизни освещены не только и в том числе и до прихода диктатуры пролетариата но что касается развития отечественного производства то мы его поддерживаем, говорить о том, что это задача партии. Задачей партии является соединение научного социализма с рабочим движением, внесение научного социализма в рабочее движение, помощь в организации рабочего движения, в прояснении его целей, в руководстве. Но развивать отечественное производство должны те, в руках которого находятся средства производства. Когда будут средства производства в руках рабочего класса, тогда задачей рабочего класса будет развивать средства производства. А сейчас рабочий класс, борясь за свои интересы, способствует сохранению и развитию отечественного производства. А развивать его должны те, кто взял его в свои руки. Партия в той форме, которая могла быть застрельщиком в сформировании Советов, широким массам российского рабочего класса неизвестно. Очень хочу признать, что ошибаюсь. Мы всегда говорили, что партия рабочего класса находится на этапе становления. Есть возникновение, есть элементы прихождения, с которыми партия борется. Для того, чтобы действительно стать партией рабочего класса, за ней должна пойти значимая часть класса. Пока действительно не идет. Но, тем не менее, прогресс на этом пути есть. Азерецковский, перерыв. Вот один человек, Азерецковский, ответил на второй вариант вопросов. Замечаний по его ответу нет. Перерыв. Замечаний по его ответу нет.